Ежегодно в Пермскую фармакадемию поступает порядка 250 человек, в том числе из других регионов и стран. Вера Зеленина приехала в Пермь и Свердловской области. Сейчас она учится на третьем курсе и говорит, что уже некоторое знание может применить на практике. Например, вот сейчас в фармаконосе проходим, изучаем сырье, где оно применяется, в медицине, в каких лекарствах содержится. То есть я уже могу, грубо говоря, учить себя, ну или так посоветовать близким. Планы у Веры далеко идущие. Девушка в будущем хотела бы руководить аптекой. Ну а начинать, как всегда, придется с малого. Впрочем, вариантов будущего трудоустройства хватает. Фармацевт-провизор, провизор-технолог, провизор-аналитик или, например, рабочий завод. Это только малый спектр профессий, по которым сегодня может пойти работать выпускник Пермской фармакадемии. Но еще, к примеру, он может заниматься научной деятельностью. Тем более здесь для этого есть все необходимые условия. Пермская фармакадемия – учебное заведение уникальное. Таких вузов раз-два на всю страну. Здесь готовят кадры для фармации России, а также ведут активную исследовательскую деятельность. Сегодня для академии открываются новые возможности. Краевые власти нацелены на создание совместно с пермскими предприятиями фармацевтического кластера. Глава региона Виктор Басаргин лично оценил перспективы развития вуза. Мы должны провести импортозамещение. То есть ваша роль здесь возрастает на порядок. То есть вы должны обеспечить вот этот научный подход, найти эти формы, субстанции, для того, чтобы наша фармацевтическая промышленность заработала по выпуску импортозамещающих лекарств. В фармакадемии идею восприняли с энтузиазмом, а также заверили, что результат не заставит себя долго ждать. У нас в настоящее время широкая научная база, которая, я думаю, даст в ближайшее время результаты по созданию или, по крайней мере, предъявлению рынку новых лекарственных препаратов. А вместе с этим появятся на рынке и специалисты с уникальными знаниями. Многие будущие выпускники вуза хотят остаться в Пермском крае, чтобы строить карьеру здесь. Ведь от таких перспектив не отказываются. Андрей Голдарев, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!